Уважаемые коллеги! На самом деле тогда одновременно заболели руководители Бразилии, Аргентины, Боливии, Парагвая, Венесуэлы, Колумбии. На мой взгляд, сейчас был абсолютно прав. Поэтому, когда мы сегодня подводим итоги очень важного расследования, должны понимать, что американцы этой политикой занимаются многие века и вообще говоря, в этом весьма преуспели. Поэтому, если собираемся сопротивляться, надо комплексно оценить происходящее и понимать, что в данном случае нам сегодня брошены не только всем черные метки, все под солнцами, но и наша страна выбрана главным полигоном, где надо избавиться от излишнего с их точки зрения населения. Как они делали с индейцами, вы видели, кроме этого, они определяли цену за каждый скальп, за детский 2 доллара, за взрослый 4 доллара, очистили территории и нарезали свои штаты. Теперь они собираются то же самое сделать с нами. Если вы почитаете госпожу Тэтчера, она оставила большое наследие, в том числе искусство управления стратегией нового мира. Там для нас с вами особо места нет. Переведен на русский язык, в свое время подавали очень. Сейчас, наверное, спрятали эту книжку на пол. Напомню вам, как складывается наша проблема с народным населением. А это вопрос главной безопасности. В 1900 году у нас было 70 миллионов. Через 50 лет нас стало 102 миллиона, несмотря на две крупные мировые войны. Затем за 40 лет еще прибавилось почти 50 миллионов. В 1990 году было 148. Сейчас на 2 миллиона меньше. За 30 лет ничего не прибавилось. Поэтому главным ударом был нанесен прежде всего по образу жизни, по чувству коллективизма, справедливости, духовности и всему остальному. Это нанесли те же самые англосаксы и американцы, которые нас сильно повернули в начале 90-х на так называемые рыночные отношения. Но на этом рынке надо производить товары, хорошо питаться, получать приличную зарплату. У нас каждый второй живет на 20 тысяч рублей и менее. То есть тот курс, который нам навязали, уже нам обошелся огромными потерями. Только русские потеряли 20 миллионов в годы Великой Отечественной, 25 миллионов отрезали суверенными границами и 20 миллионов приема не родились. Так что если и дальше они будут продолжать эту политику, теперь уже с помощью биологического оружия, ничего хорошего нам не грозит. А мадам Олброй давно заявила, Сибирь не должна вам принадлежать, мы ее сами приватизируем. Поэтому война идет на уничтожение, послание президента было подробно об этом сказано, предложены соответствующие меры. И мы как депутаты обязаны не только оценить работу этих биолабораторий, но и предложить соответствующие меры. В чем суть гибридной войны, я вам уже говорил об этом. Она имеет многоступенчатый характер. На поле боя, как это происходит, каждый день по 5 часов обсуждают на телевидении. И пока особых успехов нет по демилитаризации и демилитаризации. Что касается санкций и грабежа, такого разбоя не было, почти 15 тысяч санкций. И только 350 миллиардов долларов наших арестовали. А за прошлый год еще 260 миллиардов долларов утащили из страны. Нам надо закрывать эти лазейки. Атомный шантаж, уже урановые сердечники. Они вообще весьма трагичны. Вот, мы прекрасно знаем, как было это, особенно в братской Югославии. Ну и сегодня занялись терроризмом и погромом православия, сопровождая возможной будущей биовойной. Хочу напомнить вам, что биологическое оружие ничего нового нам не представляет. Это самый древний вид массы уничтожения людей. Когда пытались брать крепости, не удавалось. Брали труп чумного, закидывали туда. И при сгущенности населения эта крепость терпела поражение. Поэтому, что касается целого ряда эпидемий, они были ужасающие. Например, Юстинианова Чуамар расколотила полностью Византийскую империю. Они после нее не оправились. В 13-14 веке она покочевала по Европе. То же самое, оправлялись почти 200 лет. Но появилась испанка. На мой взгляд, это тоже американское изобретение. За 20 месяцев 550 миллионов переболело. И более 100 миллионов ушло из жизни. И ковид-19, вот тут высказывали, я лично почти не сомневаюсь. Американцы ничего не уничтожили. Не подписали никакие конвенции. Знаменитый японский отряд. Япония не опасалась это делать. 731 развернули в Китае. Кстати, Россия-1 показала очень интересный этот фильм. Нам надо поднять эти материалы. Мы их на трибуналах рассматривали. Но у нас был потрясающий опыт в Великой Советской эпохи, как бороться со всеми этими мерзностями. Яровая прекрасно доложила, но надо же, чтобы бороться с этим, не только смотреть, что они в лабораториях делают. Надо думать, что мы будем делать против всех этих мерзностей. Мы победили малярию, победили чуму, победили холерию. Даже когда к нам затащил один художник черную оспу, мы сумели локализовать в Москве. Два человека, три человека умерли. Шесть миллионов прививок одной в Москве сделали. А потом предложили он и всю планету привилить. Споры черной острова есть у нас в одном институте, и у Америки в этом центре. Мы умеем это делать. У нас блестящая наука. Классные условия. У нас гражданская оборона была отработана великолепно. Вот сейчас Кириллов, я его с огромным интересом слушаю. Я сам служил в спецразведке по борьбе с атомным химическим и технологическим оружием. Мы все это умеем. Нам надо сейчас сделать все, чтобы остановить вот это нашествие. Правильно надо разоблачать. Правильно надо показывать. Правильно все это надо обличать. Но еще раз говорю, мы должны внутренне понять, что только на ослабленный организм залипнут все болезни. А для этого мы должны изменить прежде всего финансово-экономическую политику. Когда будем вкладывать деньги в свое развитие, в свою науку, в свою культуру, в свое образование и все остальное. Потому что для того, чтобы с этой заразой и мерзостью бороться, необходимо, чтобы работала вся система. У нас с вами для этого есть все необходимое. Нам, чтобы быть с вами, чтобы выжить, на этих просторах надо иметь 200 миллионов человек. Чтобы выжить, охранять 16 миллионов квадратов, надо иметь полтора миллиона армии минимум. Вот Соболева выступал, Кашин тут вместе с ребятами на Донбасс отправил 107-й конвой. 12 тысяч детей приняли. А Сталина 6 законов несла. Давайте вокруг этого поработаем, и мы увидим результаты. Результаты будут великолепны. Братская Украина попала вообще как курвощип. Ее просто сведут с лица земли. Кстати, она уже и больше всего пострадала. 51 миллион был. По военно-техническому научному потенциалу входило в десятку лучших государств мира. Производили все на свете. Сейчас осталось, посчитать не могут, 22, то ли 25 миллионов. Уже полстраны нет. Они первые заинтересованы. На их население надо сейчас каждый день вещать и говорить. Вы подопытные кролики у этих мерзавцев, которые там вам все насадили. Кстати, сейчас снова развертывают лаборатории. Сейчас снова собирают тех, кто там эту заразу им готовил. Нам надо усилить это давление. С другой стороны, без бюджета развития нельзя решить эти проблемы. Он готов к коломейцу с пакетом законов. Он положил. Сейчас давайте, так что довольно успешно читалось правительство, готовить этот бюджет. У нас для этого есть и ресурсы, и деньги. Мы поправку в Конституцию несли. Синельщиков с нашей командой подготовил уже еще один вариант. Давайте вместе обсудим. У нас нужна честная и выборная кампания, в которой и эта тема будет присутствовать, как противодействие агрессии и укреплении нашего здоровья. Но без качественного образования, без здорового населения, без научно-технического прогресса, без современной науки невозможно решать эти проблемы. А впереди генное оружие, они уже отрабатывают вариант, когда будут целенаправленно на славян направлять и вас здесь не заводить. Поэтому наша задача сейчас максимально осмыслив происходящее, решить эти проблемы. Мы вам предложили, мы предложили абсолютно осмысленно эту программу. У нас сильная команда. У нас каждый второй, третий имеет научную степень. Все служили в армии, все активно работают. Поэтому давайте эту проблему комплексно обсуждать. Тогда придут новые победы. Но самое главное, чтобы остановить это безобрение, надо победить на Украине. Тогда все заткнутся. Спасибо. 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 Спасибо.